Нарушения со стороны начальника одного из отделов госслужбы миграции в Генеральной прокуратуре выявили несколько дней назад. По данным главного надзорного органа, сотрудник этого ведомства выдал как минимум пять разрешений на работу иностранным бизнесменам, не имея на то законных оснований. Предприниматели, о которых идет речь, граждане Китая в нашей стране трудятся на рынке Дордой. Начальникам отдела службы миграции было дано указание делопроизводителю отдела о предоставлении иностранным гражданам разрешительных документов на работу. Список данных иностранцев был предоставлен самим начальником. При этом не были аннулированы в соответствующем порядке ранее поданные ходатайства по другим иностранным гражданам. До настоящего времени у граждан Китайской народной республики разрешения на работу не аннулированы и не изъяты. И при этом сверхквоты были выписаны разрешения на работу пяти индивидуальным предпринимателям. В самой службе миграции случившееся отрицают, а точнее формулировку нарушения. То есть разрешение на то, чтобы китайские бизнесмены занимались предпринимательством в нашей стране, действительно выдавали. Но все в строгом соответствии с законом. Кстати, один из сводов законодательства гласит, что такое разрешение может выдаваться одному предпринимателю вместо отсутствующего другого. Иными словами, если в службе миграции удастся подтвердить, что один из бизнесменов не занимается своей деятельностью, его разрешение аннулируется и выдается другому желающему. Главное не превысить лимит выделенной квоты. Был протокол, подписан администрацией ДОДО, то есть в данном случае администрация Мураспорта обратилась к нам официально с письмом и с просьбой вместо пяти граждан, которые не находятся и не осуществляют трудовую деятельность на рынке Джунхай, вместо них выдать другим пяти. С налоговой инспекцией тоже пришло письмо, что данные работники не осуществляют трудовую деятельность, не сдают налоги и налоговая просила нам аннулировать, в связи с тем, что они нарушают законодательство. В этом году для трудовых мигрантов в нашей стране выделено около 16 тысяч квот. Из них почти 70% предусмотрено для граждан Китая. Однако то, что фактически гостей из Поднебесной в нашей стране гораздо больше, нежели официальная цифра, ни для кого не секрет. Так, например, несколько лет назад при проверке Токмакского нефтеперерабатывающего завода было выявлено более 200 нелегалов. Иностранцы, работающие без разрешения, были обнаружены и на руднике Талдыбуллак-Левобережный. Например, квота предусмотрена на 16 тысяч человек. Больше трех тысяч трудовых мигрантов работают несанкционированно. Нужно принимать меры. За разрешение на трудовую деятельность платят две тысячи сомов. Вот и посчитайте. Мы направили в правительство наше предложение. Но насколько поднимется стоимость, неизвестно. Напомню, в прошлом году рабочая группа Совета безопасности выявила несколько коррупционных схем в системе работы Госслужбы миграции, связанных с выдачей иностранным лицам разрешения на трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызстана. Чтобы обеспечить прозрачную работу ведомства, члены рабочей группы поручили упростить процедуру выдачи документов. Так, рассмотрение сокращено с одного месяца до двух недель, а количество необходимых документов уменьшилось с пяти до трех. Сабина Дамаскина, Рахаджены Бекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.